Ярик, расскажи, сколько ты уже путешествуешь? Данное путешествие у меня уже четвертый месяц длится, началось оно в Непале, через Малайзию вот я прилетел сюда. Четвертый месяц, то есть получается с Непала? Подожди, началось оно в Непале? Да, началось в Непале. А в Непале ты сколько жил? В Непале я прожил три месяца, потом я прилетел в Малайзию, и из Малайзии уже прилетел сюда, на Бали. Ну так странно ты говоришь, я тебя спрашиваю, сколько ты уже путешествуешь, и ты почему-то точку поставил от Непала, не с России, знаешь, а с Непала почему? Ну, просто, да, можно так сказать, в Непал я прилетел, я не россиянин, я из Казахстана. Из Алматы, несмотря на то, что очень люблю Алмату, как-то Непал меня тянет давно уже к себе, хотя за прошлый год я там прожил четыре месяца, ну и мне это надоело на самом деле. То есть сейчас я наслаждаюсь пребыванием здесь. Классно. А скажи, как ты вообще решился сделать этот первый шаг? Ты путешествуешь с дикарем? Да. То есть без всяких поездок, да, вот, как ты решился вообще сделать этот шаг? А ты можешь сказать, шаг по жизни. Да. Я сам это знаю по себе, потому что я реально, я поехал дикарем, как бы, в путешествие, и это совсем другая жизнь вообще. Ну, я просто давно, скажем так, увлекаюсь путешествиями. С 2010 года я стараюсь каждый год куда-то ездить, причем не просто выезжать куда-то в дальние страны, но путешествовать и по своей стране, по своей области. У меня достаточно большой опыт горных походов, альпинизма, поэтому, допустим, какие-то, ну, вопросы комфорта, они для меня не принципиальны. Я их, ну, я этот весь дискомфорт переживаю очень легко. И к этому шагу я на самом деле был готов уже давно. У меня единственный вопрос возникал, как обеспечить себя в дороге. Ну, вот я решил этот вопрос, и поэтому первым делом сразу сюда. Все понятно. Тебе нравится экстремальный вид спорта? Да, очень. Ты серфингом не занимаешься на балле? Нет, еще пока не дошел до этого. Ну, а так есть интерес вообще? Честно говоря, как-то даже нет, наверное. То есть стихия воды тебе не маленькая к себе, да? Знаешь, я вчера был в храме Танахлот, и я просто смотрел на воду, она меня не то что пугала, мне очень нравится на нее смотреть, просто вот на то, как она переливается. Но вряд ли я хотел бы оказаться бы в ней внутри. Не знаю, с чем это связано. Ну да, да. Хорошо. Ярик, расскажи тогда, как ты зарабатываешь деньги? То есть это, я думаю, этот вопрос, он многих интересует, многие как бы хотят путешествовать, да? Но они не знают, как вообще, как зарабатывать деньги в путешествии. Что вообще для этого надо сделать? Расскажи свой путь. Ну, я начал, первое, что я начал изучать, это биржи фриланса. На биржах фриланса, в частности, того же копирайта, я пытался зарабатывать какие-то копейки, которые абсолютно, ну, эти деньги, они абсолютно были неадекватны совершенно, с затраченным на труду. И сейчас я просто нашел ту специальность, по которой я хочу развиваться, расти. Это создание веб-сайтов. Причем это создание в широком смысле, начиная от веб-дизайна, заканчивая написанием продающих текстов для сайтов. Но тексты пишу не я, тексты пишет тоже мой, скажем так, компаньон по нашему общему делу. То есть постепенно, потихонечку, такими коротенькими шагами, я начал какое-то свое такое собственное дело, собственное ремесло. И сейчас оно меня очень вдохновляет. Тебя прет от него. Меня от него, да. Знаешь, просто у многих тоже сложились такие стереотипы, да, что надо найти свое любимое дело. То есть из Судана Бали много людей приезжает, которые ищут, пытаются найти свое любимое дело, но они его не находят, и у них сразу какая-то, знаешь, депрессия, и они возвращаются обратно. Я знаю все, что я как бы понял, то, что я сейчас работаю менеджером проектов, да, как бы я веду проект, и меня реально прет от этого. Ты сейчас говоришь, вдохновляет, меня вот это тоже вдохновляет, как бы, и у меня такого никогда не было. Ладно, хорошо. Тебе нравится та жизнь, в которой ты сейчас живешь? Конечно, я в старую даже близко не хочу возвращаться, даже к ней прикасаться не хочу больше. То есть тебе, в принципе, ты сейчас уже путешествуешь, тебя ничего не держит, у тебя нет каких-то привязок, да, то есть все, что тебе надо, это ноутбук. Да. И планета Земля. И планета Земля с интернетом. Классно, Ярик. Расскажи тогда нашим зрителям какие-нибудь рекомендации просто скажи, порекомендуй что-нибудь от себя. Ну, первое, что мне кажется основополагающим, это умение слушать себя, а не голос социума, голос престижа, потому что очень часто все наши специальности, которыми люди обладают, они получают их, скажем, не исходя из внутренней потребности, а исходя из какого-то внешнего фактора, такого как престиж, не знаю, там, влияние родителей, влияние социума и так далее. То есть, если человек любит писать стихи, пусть он пишет стихи, пусть он занимается этим день и ночь, даже если это ему сейчас не приносит деньги, рано или поздно это вдохновение, оно просто найдет выход и начнет монетизироваться. Я пошел по такому же пути, и сейчас, ну, я очень рад, что я нашел в себе смелость, нашел в себе силы это все реализовывать, делать то, что я хочу, а не то, что кому-то интересно. Да, не каждый на это решится. Ну, мне кажется, это очень просто. Нет, уже все скажут, что это очень просто. Да. Ладно, хорошо, друзья, вот, в принципе, Ярик рассказал вам свою историю, если вы что-то в этом полезное, ну, как бы я думаю, что вы все-таки нашли что-то в этом полезное для себя, что-то, какие-то фишки, может, вы примените, может, вы что-то сделаете, может, вам интересен путь, Ярика, применяйте, путешествуйте, зарабатывайте, будьте счастливы, пока. Спасибо.